В Кыштыме достроят крытую ледовую арену. Каток, где должны были проходить массовые катания и тренировки спортсменов, возводят уже больше семи лет. На работы не раз останавливались. На место сегодня выехал губернатор Борис Дубровский. Он уже посетил проблемный объект. Первые подробности готова рассказать Юлия Савосина. Она работает в Кыштыме с главой региона. В Кыштыме достроят крытую ледовую арену. Сейчас объект готов на 65%. Здесь закончена первая очередь строительства. Готов административно-бытовой корпус. Здесь расположены тренерские, душевые, раздевалки. Строительство было начато в 2010 году. Однако из-за недостатка средств растянулось на несколько лет. В итоге работы остановились в 2016 году. Планируется, что на катке будут проходить соревнования и массовые катания горожан. Также здесь будут работать секции по хоккею. Ледовую арену строили по финскому стандарту. Также для зрителей здесь установят трибуны на 270 мест. На достройку объекта на данный момент требуется порядка 80 миллионов рублей. На эти средства завершат строительство ледового корта. Здесь нет холодильного оборудования, не сделана вентиляция и нет оборудования по заливке льда. Вопрос ввода объекта в эксплуатацию обсуждали сегодня на совещании. Его с главой города и строителями катка проводит губернатор Борис Дубровский. Ему предоставили дорожную карту по завершению объекта. И сейчас решается вопрос о финансировании строительства и сроках его завершения. В данный момент глава региона принимает участие в торжественном открытии Народного дома. Его реконструкция длилась с 2007 года и завершилась в конце прошлого. Юлия Савосина, ОТВ Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...